Продолжение следует... 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 И часто это контингент молодой, в отличие от такой стандартной статистики для других опухолевых образований, особенно солидных. И, в общем-то, это заболевание часто встречается у детей, и среди всех лимфом у детей лимфома Ходжкина составляет порядка 40%. Диагностика производится, в общем-то, довольно банально. Проводится биопсия лимфоузла, и морфолог видит эти клетки Ходжкина, или чуть слегка отличающиеся от них клетки Ричтенберга. Производится иммуногистохимия, а для того, чтобы оценить степень заболевания, производится ПЭТ-КТ органов органной клетки, и с помощью этой же методики проводится оценка эффекта проводимой терапии. Терапия в основном – это химиотерапия, есть несколько схем. Иногда эта химиотерапия сочетается с лучевой терапией и иммунотерапией. В отдельных случаях проводится трансплантация отологических слоев клеток. И, в принципе, вот этот комплекс мероприятий довольно успешен. То есть у пациентов на ранних стадиях заболевания они излечиваются в 85-90% случаев. На стадиях более запущенных – это 75-80%. То есть, в принципе, вроде как всё хорошо. Но в чём же проблема, которая была сформулирована с точки зрения клиники? Это объективизация или, скажем, адекватная оценка эффекта терапии, которая сейчас проводится с помощью ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ – это достаточно дорогое исследование, но не везде не всегда доступно. Но это оно сопряжено с лучевой нагрузкой. И, в общем-то, не всегда получается правильно оценить эффект терапии и вовремя её скорректировать. Вот это была задача поставлена с точки зрения химии. И мы пытались её решить. Но гипотеза, скажем так, в данном конкретном случае какова? Что вот есть клетки, эти специфические опухолевые клетки Хошкина, для которых характерна экспрессия на поверхности рецептора к белку трав 2 и трав 5. Это рецептор CD30, так называемый. Это не абсолютно специфичная молекула для этих клеток. Но во время развития заболевания на клетках лимфома экспрессируется именно этот маркер. И он является одним из диагностических маркеров при установке диагноза морфологами. Ну и предположили, что если эти клетки секретируют маркеры на своей поверхности, то те визикулы, которые они экспрессируют, имеют в своём в составе соембраны тот же маркер. Эти визикулы наверняка, скажем так, вероятно, присутствуют в плазме, и идея была их там как-то детектировать и попытаться создать какую-то технологию, если не количественную, скажем, не тонкого количества, хотя полуколичественного анализа. Какую технологию мы пытались для этой истории использовать? Надо упомянуть о существовании двух феноменов, которые достаточно давно уже описаны. Это так называемые ферментометические свойства наночастиц. Смысл этого феномена, не будучи физиком, я, опять же, не хочу так углубляться. То есть смысл в том, что вещества, которые в нормальном своём состоянии никак не являются никакими ферментами, когда они принимают форму наночастиц, то есть наноразмерных частиц, они вдруг начинают работать как ферменты, причём очень разные. Ну вот, в частности, наночастицы золота могут проявлять пероксидазную активность. Это во-первых. Во-вторых, есть ещё такая история, что в организме существуют так называемые регуляторные РНК, то есть молекулы РНК, которые что-то регулируют в процессе работы генома, связываясь, принимая специфические формы и связываясь с какими-то белками или структурами генома. И вот это явление было использовано, и развилась такая целая отрасль, целая технология так называемых оптомеров. То есть это смысл в том, что они могут быть из РНК состоять, либо из ДНК, чаще из ДНК, потому что она стабильнее. И смысл в том, что короткая молекула ДНК принимает из-за своего специфического секвенса принимает определённую вторичную структуру, и эта вторичная структура может очень специфично взаимодействовать с какими-то молекулами. Причём это уже не ДНК, не РНК, это молекулы белковые, то есть какие-то маркеры. И в то же время эта молекула является ДНК, она имеет все свойства, характерные для просто обычной молекулы ДНК, как такого банального полианиона. И имея в виду два вот этих вот феномена, мы придумали такую вот систему. То есть если мы имеем наночастицы золота, которые в присутствии оптомеров, какого-то определённого оптомера, с ним взаимодействуют, без оптомера они являются активными ферментами, то есть они проявляют ферментативную активность как пероксидаза при появлении в растворе оптомеров или любой другой принципиально ДНК, она ДНК взаимодействует с поверхностью золота и таким образом блокирует эту активность пероксидазную. И если вот в этой всей истории появляются визикулы на поверхности, которые есть и маркеры, которыми специфично может связываться вот этот вот оптомер, то, так образно говоря, молекулы оптомера пересаживаются с частицы золота на визикулы. И таким образом, чем больше их пересядет с золота на визикул, тем больше к золоту вернутся его ферментометические свойства. И вот это вот мы можем померить, добавив туда в эту реакцию субстрат, ну в данном случае ТМВ, и просто увидев цветную реакцию. То есть вот на основе вот этих вот четырёх компонентов с друг другом взаимодействующих мы попытались создать некую систему детекции количественного анализа визикул, измеряя какое-то содержание маркеров визикулярных. Вот система была сначала отработана в лаборатории, и для того, чтобы её отработать, нужно было сделать эти частицы. Вот это вот, собственно, был вклад в этот проект компании «Тетра Квант» «Сколковского резидента». Они создали у себя там в «Сколковом» на базе вот такой вот прибор, это химический реактор, в котором синтезируются частицы. Вот сейчас они уже готовы как бы этот реактор, похожий реактор делать, как бы на заказ и продавать. Вот это реактор, который стоит на столе, и, в общем-то, с его помощью можно сделать золотые частицы любого размера и любых характеристик. Вот так вот это выглядит системный блок, компьютер и сам реактор. И вот такие вот частицы синтезированы были с помощью этого реактора. Вот тут видна их структура, полученная на электронном микроскопе. Вот они примерно такой размерами, то есть средний диаметр около 10 нанометров. Вот. И, ну, химия их тоже более-менее понятна. Дальше, используя такие частицы, сначала попробовали посмотреть, как работает система в принципе. То есть для этого был использован оптомер, который связывает CD63. Это тот маркер, который существует на поверхности всех визикул без исключения. То есть пока речь не шла про какие-то патологические визикулы. Вот. И получилось, что мы подобрали диапазон, там, концентрации всех четырёх компонентов, условия реакции, там, временные, температурные и так далее. И получилось, что, да, действительно, при определённых условиях, в тех, которых я перечислил, мы можем видеть разную цвет реакции в зависимости от того, как много визикулы есть вот в этой вот системе. Вот. И на определённом диапазоне зависимость была, в общем-то, прямая, что позволяло нам заниматься какими-то измерениями. Вот. Ну, дальше сделали шаг назад. Обратно стояла проблема диагностики лимфомы Ходжкина. Для этого мы провели некие ресерч-литературы и нашли, да, действительно, есть некий уже созданный там специальным методом оптомер, который взаимодействует с маркером CD30 на поверхности, в данном случае на поверхности визикул, которые секретированы клетками Ходжкина. Вот. Мы даже нашли два маркера, то есть работали с двумя молекулами, так, для гарантии успеха. Вот. И получилось, что, да, действительно, система очень эффективно работает. То есть вот на этой изменение цветности реакции происходит на двух длинах, и мы именно там и там занимались измерениями. Вот. Видно, что есть максимум и минимум системы, то есть тогда, когда максимальная цветная реакция, тогда, когда минимальная. В первом случае это мы имеем только частицы без оптомеров, тогда, когда они имеют максимальную активность ферментативную. Это вот верхняя. Оп. Вот это вот верхняя точка. И нижняя точка – это там, где мы имеем максимум оптомеров, и система полностью молчит, то есть она не ферментативная, не активная фермента, как фермент. Вот. Ну, тут надо было позаниматься неким таким тестированием, чтобы понять, что вот этот минимум, именно минимум, не надо больше использовать оптомеров, чтобы не… Так, сейчас я набрать. Чтобы система работала правильно, и вот какой-то диапазон физиологических значений находится где-то вот ровно между… То есть мы имеем такое достаточно хорошее окно, в котором мы можем мерить. Вот. И таким вот образом мы сначала просто сравнили пациентов и доноров. То есть опять вернулись как бы в лоно-неонкологии, то есть технология была создана, поработали сотрудники компании «Тетраквант» и «Онкосистема». Мы получили материал пациентов с лимфомой Хошкина и здоровых доноров, сравнили, увидели, да, действительно есть разница. И дальше. Дальше проанализировали материал от пациентов до начала какой-либо терапии с тем, чтобы просто сравнить результаты, которые получаются при стандартном измерении ТПТ-КТ и результаты, измеряемые вот этим новым методом. Вот. Как вы видите, что довольно большая группа пациентов, они как-то вот укладываются в такую, ну, если не прямую зависимость, то такую очень красивую корреляцию результатов измерения двух методов, что, в общем-то, подтверждает то, что технология работает, работает довольно правильно. Вот. Но, видите, какая-то группа пациентов образовалась, где результаты ПЭТ-КТ были относительно, до начала терапии, относительно низкие. Это значит, что вот то, что видит врач на КТ, но кажется, что не так много у него активных лимфоузлов, или не так много они захватывают глюкозу. То есть как-то вроде так вся картинка выглядит довольно позитивно, но при этом мы эти методы меряем довольно много визикул с вот этим вот белком CD30 в составе мембраны. Пока нет внятного объяснения этому феномену. То есть либо это надо посмотреть внимательнее на опухоль, насколько там, может, она просто какая-то гиперэкспрессирующая, поэтому вот такая вот получается история. Вот. Либо какие-то ещё другие причины для этого есть, но, тем не менее, вот эти данные показывают, что метод работает, надо просто повнимательнее поизучать клинические данные. Ну и вот под конец хочу продемонстрировать пример результатов анализа. Вот это пациент, который с такой лимфомой Ходжкина довольно активный на момент диагностики, и тот же пациент после двух циклов химиотерапии. То есть вот результаты ПЭТКТ слева видны, вы видите, что действительно патологическое свечение в лимфоузлах ушло. И вот результаты наших измерений. мы также видим, что количество CD30-позитивных визикул в его плазме существенно уменьшилось. То есть вот это, в общем-то, довольно интересные результаты, и теперь надо их как-то отвалидировать на большем количестве пациентов. Вот. И выводы, вот у меня, в общем-то, время как раз только для этого и хватает. То есть технология, в принципе, работает, и является довольно перспективным методом диагностики не только лимфомы Ходжкина, но и, в принципе, любых других заболеваний, где мы имеем вот такие вот маркеры, которые мы можем детектировать на поверхности визику. Вот. И для внедрения этой технологии в какую-то реальную практику, естественно, нужно оптимизировать саму технологию в плане там стабильности частиц, в плане автоматизации всей процедуры. Вот. И провести какую-то валидацию на большем количестве клинического материала. Вот. И поэтому, собственно, ну, в заключение хочу всех пригласить к сотрудничеству. Если кому-то интересна эта тематика в рамках лимфомы Ходжкина или в рамках каких-то других заболеваний, мы будем рады посотрудничать. Надеюсь, что всем было интересно. Продолжение следует...